Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о секретах аттачментов или вложений. Заставочка. Итак, аттачменты или вложения. Что же тут может быть неизвестного? Какие тут могут быть секреты? Все давно известно. Давайте вспомним. Мы создаем сообщение и прицепляем к нему файлы. Мы используем меню «Вставка» — «Вложить файл». Здесь можно выбрать «Поиск на этом ПК» и найти на рабочем столе наши файлы и вложить их. Либо один, либо вложить еще другой файл. И они оба вставились. Это первый способ, известный всем. Какой же еще есть способ? Можно просто выделить эти файлы, лежащие на рабочем столе, и перетащить их сюда. Или у нас вот есть папочка, где куча файлов. Можно их выделить все и перетащить письмо. Вот это перетаскивание — это классная тема. Хороший секрет, потому что не все знают, что можно, чтобы вложить несколько файлов, можно просто drag-and-drop их в письмо. При прицеплении через меню «Вложить файл» и «Поиск на этом ПК» вы тоже можете выбрать все эти файлы. Вот в меню «Документы» мы берем и выбираем. И вставляем. Тогда тоже ставятся все файлы. Давайте рассмотрим третий способ. Например, мы редактировали файл какой-то, работали с ним. Вот этот текстелевский файл. Написали здесь что-то. Раз, два, три и так далее. Сохранили его и закрыли. Мы работали с этим Word-овским файлом и написали здесь что-то. Какая смешная фраза написана. Раз, два, три. Сохранили его и закрыли. Так вот, очень интересно и классно. Можно вставлять последние редактированные файлы, то есть или те файлы, с которыми вы последними работали, через меню «Вставка». Вложить файл. И вы видите здесь среди последних элементов эти файлы. Те файлики, с которыми мы недавно работали, и можно с уверенностью проверить их путь, да, вставить эти файлы, которые нам нужны в письмо. Таким образом, очень удобно вставлять файлы, с которыми вы недавно работали. Какой же еще есть секрет? Давайте пойдем дальше. Если мы работали с файлом в программе, вот давайте еще раз, его можно отправить вложением. Чаще всего многие так и делают, но здесь есть нюансы. Как мы это делаем? Мы нажимаем меню «Файл» и здесь есть меню «Общий доступ» или «Поделиться». Здесь как раз присутствует пункт «Отправить по электронной почте». Несколько элементов есть, несколько вариантов. Отправить как PDF, отправить как SPS, отправить через как факс, неизвестно кому это нужно. Ну и отправить как вложение. Мы здесь вводим какой-то адрес и пишем какой-то текст. Смотри вложение по проекту. Нужно иметь в виду, что тема письма подставляется в данном случае как имя файла. Не забудьте ее исправить. Ну и мы видим, что сообщение, в отличие от ранних версий Outlook'а, сделано с нормальным форматом HTML, то есть не надо его переделывать. Раньше нужно было переключить формат, потому что при такой отправке письма создавались в формате простого текста. Итак, еще раз. Чтобы отправить файл вложением из самой программы, файл, общий доступ, отправить по электронной почте, отправить как вложение. Формируется письмо с вложением. То же самое и в Word. Давайте проверим на всякий случай. Вот наш файл. Файл. Общий доступ. Отправить по электронной почте. Здесь сразу эта кнопочка находится здесь. Собственно, там же. Так отправляются файлы изнутри программы. Какой же секрет еще есть? Если мы вложили файл и поняли, что в этом файле необходимо произвести изменения до того, как отправить, мы можем это сделать. Для этого мы просто открываем файл прямо из письма. И, например, вот этот раз-два-три нам не нужен, мы его отсюда убираем. Мы нажимаем сохранить и закрываем файл. Где же сохранился этот файл? Этот файл сохранился непосредственно в письме. Это не тот оригинальный файл, а вот файл из письма. Давайте проверим. Вот оригинальный файл откроем. Видите, в нем есть раз-два-три. А если мы откроем файл из письма, который мы редактировали, в нем уже раз-два-три нет. То есть, если вдруг вы поняли перед отправкой, что вам нужно внести изменения, вообще хорошей темой является открыть файл перед отправкой, чтобы проверить, что же вы отправляете, то это или не то. Если вы видите, что что-то не то, вы можете прямо здесь внести изменения, сохранить этот файл и отправить письмо. Оно уже будет с тем вложением, которое вам нужно. Вот нам пришло наше письмо по поводу открытия вложения, сохранения и работы с ними. Мы знаем, что можно здесь сохранить вложения, сохранить все вложения, если бы здесь было много вложений, и открыть прямо из письма. Здесь надо помнить, что при открытии файла из вложения он открывается в режиме только чтения. И если вы захотите его отредактировать и где-то сохранить, то он предложит вам, собственно говоря, куда его сохранить, чтобы сохранить уже измененный файл. Например, давайте дадим ему троечку здесь. О чем еще я вам хочу рассказать? Бывает нужно вложить файл непосредственно в текст письма, чтобы не терялся контекст. То есть, например, мы о чем-то рассказываем. Проект 1, смотри, вложение. Проект 2, смотри, вложение здесь. И нам нужно, чтобы вложение попало не просто в письмо, да, вот так, а именно непосредственно в текст. Мы знаем, как это сделать. Например, смотри, вложение по проекту 1 нужно поместить именно здесь. Для этого нужно переключить формат текста в RTF. Такой вот старый формат текста, в котором вордовские документы создаются и создавались раньше. Теперь, если мы перетащим файл, то он поместится прямо непосредственно в теле письма и будет находиться в контексте, прямо между словами текста. Таким образом, можно управлять этим процессом и обращать внимание ваших получателей именно на те вложения, которые им нужны по контексту. Еще раз, для того, чтобы это получилось, нужно переключить формат текста в RTF. Для демонстрации, если мы переключим обратно, то файлы перескочили вот сюда вот, и ваш контекст пропал. Также можно перекладывать вложения из одного письма в другое. Например, вот у нас есть файл вложения в этом письме и есть файл вложения в этом письме. Простым перетаскиванием можно перетащить вложения из одного письма в другое. Обратно нельзя, потому что это письмо не в формате редактирования. Если мы формат редактирования сделаем, оба письма будут в режиме редактирования, то между ними можно таскать файлы сколько душе угодно, обратно, вперед, назад. И эти файлы будут преобразовываться странным образом, сохраняя свое имя. Outlook с ними ничего больше не делает. Но в любом случае, если вы получили какое-то письмо и хотите в другое письмо переложить вложение, в новое или в существующее, которое вы только что создаете, вы можете просто-напросто перетащить вложение прямо из писем. Давайте пойдем дальше. А как же, например, вложить какое-то письмо Outlook'а или другой элемент Outlook'а в письмо, которое вы готовите? Есть меню «Вставка», есть такой пункт «Элемент Outlook». Здесь очень простое меню, в котором можно выбрать какое-то письмо для вложения, нажать «Ок» и оно вставится как вложение. Его также можно вставить как текст, то есть выбрать здесь параметр, видите, вот «Текст» и вставить как текст. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот просто, поскольку письмо было пустое, там ничего, собственно говоря, и не будет. Также можно вкладывать другие элементы Outlook, такие как контакты, элементы календаря, задачи и прочие элементы, которые есть. Например, давайте попробуем вложить задачу. Есть у нас тут задача? Вот есть. Какая-то задача один. Вложили. Вот, задача вложилась. Давайте вложим какой-то контакт. Например, контакты. Вот, например, «Завалдайский». Вложили. Вот мы вложили несколько разных элементов Outlook. Ну давайте до кучи еще какой-нибудь элемент календаря вложим. Календарь. Вот, например, тут какой-то спортзал есть. К сожалению, вот сортировка в этом представлении элементов календаря очень такая бедная, поэтому это повезет, если вы найдете нужную вам здесь встречу. В любом случае, для демонстрации, вот вы видите, что можно вставлять любые элементы. Посмотрим, как еще это можно делать. Я очень часто делаю так, что сохраняю письма Outlook в виде формата MSG простым перетаскиванием. Вот так вот. Видите, конвертик получается. И потом эти письма в нужный момент я могу перетащить обратно в Outlook с тем, чтобы кому-то отправить. Попробуйте так. Может быть, это поможет вам. Опять же, хранение писем в формате MSG, в формате, собственно, самих писем, может помочь вам с тем, чтобы сохранить какую-то информацию из них, именно без потери ее форматирования как письме, вместе с вложениями и всем остальным, что там есть. Итак, давайте еще раз перечислим и вспомним, как мы можем работать с вложениями в Outlook. Простым способом. Вставка. Вложить файл. Поиск на этом ПК. И выбрать файл. Мы можем перетащить файлы, выделив их, и перетаскиванием, затащив письмо. Мы можем вложить файл из последних элементов. То есть это будут те файлы, с которыми мы недавно работали, что очень удобно в части доступа к ним, не нужно их нигде разыскивать. Мы можем поделиться файлом из самой программы. Файл. Общий доступ. Отправить по электронной почте. Мы можем перетаскивать вложения между письмами. Если письмо в формате редактирования, то в него можно затащить файл из другого письма. Мы также можем вкладывать вложения непосредственно в текст. Если письмо переключено в формат текста RTF, тогда вложения будут непосредственно в тексте письма. Ну и мы можем вкладывать, вставлять элементы Outlook либо вот из этого меню, либо простым перетаскиванием, сохранив предварительно этот элемент во внешнюю папку. Ну что же, это все, что я хотел рассказать вам сегодня про аттачменты, про вложения. Такие вот несколько секретов у нас получилось. Если у вас есть что-то добавить, вы можете написать в комментариях. Пожалуйста, сделайте это. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...